Ксения Чепикова Мифы и правда о рождении гелиоцентризма Ксения Здравствуйте, Ксения Если вы позволите, мы начнем с опроса наших зрителей Дорогие друзья, проголосуйте, пожалуйста В чем состояла, по-вашему, заслуга Коперника? Он открыл, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца Или он разработал теорию с математическим аппаратом Из уже существовавшей гелиоцентрической гипотезы Он привел гелиоцентрическую систему к ее современному виду Он усовершенствовал систему Птолемея Он принес гелиоцентрическое учение в широкие массы Написав о нем книгу И, наконец, особых заслуг нет Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте А я хочу, Ксения, вас спросить Насколько я понимаю, при жизни Коперника На Руси пришел к власти как раз Иван Грозный А когда до нашей страны Так сказать, дошло учение о гелиоцентрической системе Ну, знаете, точно мы этого знать ни в коем случае не можем Потому что, вот смотрите, книга Коперника С изложением гелиоцентрической теории Она вышла в 1543 году И лишь через сто с лишним лет В России стали появляться первые переводы Космологических трактатов В которых, среди прочего, рассказывала о сей системе Коперника Но не исключено и очень даже вероятно Что какие-то отдельные ученые люди Например, из дипломатов Что они могли знать эту книгу еще гораздо раньше И читать ее не в переводе, а в оригинале, собственно, на латыни Пытаясь понять вот этот удивительно описанный в ней мир Вы понимаете же, как это выглядело для тогдашних людей Вот давайте представим себе Вы в парке аттракционов Вы стояли немаленькую очередь Потому что суббота же сегодня И вот, наконец, садитесь в кресло Укрепленное на внутренней поверхности Большой такой шарообразной кабины Пристегивайтесь И карусель с кабинами начинает раскручиваться Все быстрее и быстрее И сама кабина тоже начинает вращаться Вас вжимают в кресло на соседних сиденьях Смеются, орут Вот в XVI веке не было каруселей И какое сравнение должен был выбрать Коперник Чтобы объяснить людям Что вот созданная им гелиотентрическая модель Она никакая не математическая модель А отражает реальное устройство космоса Ведь представления о мире человека XVI века Они же основывались на Библии То есть созданная Господом Богом За шесть дней незыблемая земля в центре мира И на дне не менее незыблемые небеса И вот как сказать этим людям Что прямо сейчас вы несетесь в космической пустоте На огромном шаре Который при этом еще и вращается То есть вот двиг несется и вращается Все время, пока вы спите Идите, работаете И все такие, да ладно Ну, собственно, конечно, не все Потому что когда мы говорим о каком-то открытии В XVI, XVII, даже XVIII еще веке Что его признали, о нем узнали Его обсудили, его признали или не признали То мы должны понимать Что мы говорим не о каком-то Не о широкой общественности, как сейчас А об очень узком круге специалистов То есть во времена Коперника Не было даже газет И обычный человек вопросом неустройства космоса Не задавался вообще До школьных парт учения Коперника Относительно массово дошло только в XIX веке И вот с тех самых пор Николай Коперник известен нам как первый человек Кто догадался и сообщил всем Что Земля вращается вокруг своей оси И вокруг Солнца Мы это знаем, и это не так Сам Коперник никогда не утверждал Что первым додумался до подобных удивительных идей А в научной дискуссии После выхода его книги Частенько мелькало имя некого Аристарха Самосского Древнегреческого философа Третьего века до нашей эры Аристарх как-то раз попытался Измерить расстояние от Земли до Солнца Пришел к выводу, что Ну не может такое огромное светило Вращаться вокруг такой маленькой планетки И предположил, что Земля вращается вокруг Солнца Проходя весь путь за один год И обращается вокруг своей оси за одни сутки Случилось это за 1800 лет до Коперника Коперника Борис Тархи знал Как раз в 1498 году вышел латинский перевод его сочинения Более того, это сейчас прозвучит странно Но и Птолемей, тот самый, которого мы считаем Создателем геоцентрической системы То есть Землей в центре Так вот он был прекрасно осведомлен На различных гипотезах, касающихся подвижности Земли И, соответственно, все, кто внимательно читали его труд, тоже Так что же, первый был Аристарх Снова нет Первыми, насколько нам известно, были пифагорейцы Пифагор, он не только сформулировал всем известную за школу теорему Но и создал целую научно-философскую школу Сейчас уже, конечно, не понять, что придумал сам пифагор, что его последователь Но в космологии пифагорейцев впервые появляется идея шарообразности небесных тел И идея центрального светила Итак, Вселенная представляет собой сферу, носящуюся в беспредельности На ее внутренней поверхности укреплены звезды В эту сферу вложено несколько более мелких сфер Вот так, как матрешка На которых укреплены планеты Двигаются не планеты, а сами сферы В центре всего этого великолепия Дает небесный огонь Вокруг которого все и вращается Сфера Сатурна, Юпитера, Марса, Венеры, Меркурия Солнца, Луны, Земли и еще одной планетки Пифагорейцы, конечно, ошиблись Посчитав Луну и Солнце планетами Но они дошли до идеи центрального светила Ведь, по сути же, любая звезда Это не что иное, как небесный огонь Вокруг которого могут вращаться планеты Почему же мы не видим небесного огня? Могли спросить пифагорейцев скептически настроенные современники Да все просто Просто земля всегда повернута к нему одной стороной А люди живут на противоположной В общем, неплохо для VI или V века до н.э. Это времена примерно Будды, Конфуция О пифагорейцах и даже об аистархии Знали многие продвинутые христианские астрономы И некоторые даже ставили под сомнение Общепринятую картину мира Скажем, Николай Рем, французский ученый XIV века Приводил аргументы за и против подвижности Земли Вращения Земли Немец Николай Кузанский в первой половине XV века Говорил, что Вселенная Которая вполне может быть бесконечной Не имеет какого-то особого привилегированного центра Все находится в движении Так что вопрос только в точке отчета Альберт Саксонский писал Что скорее Земля должна вращаться вокруг Солнца Чем Солнце вокруг Земли То есть идея-то была не новая Почему же именно Коперника мы считаем отцом гелиоцентрической системы А там ровно то же самое, что и с Толемеем Понимаете, геоцентрическая система Она нашла всеобщее признание И столетия не считалась верной Вовсе не потому, что не было ничего другого Или что все были так наивны И даже не потому, что она согласовывалась с христианской теологией Просто она единственная из всех А было много красивых идей Ну вот она единственная Позволяла рассчитать и предсказать движение небесных тел То есть была снабжена математическим аппаратом Альмагест Толемея, его главный труд Это по сути учебник В котором показаны способы расчета координат планеты Приведен каталог неподвижных звезд От которых эти координаты отсчитываются Вот Коперник делал то же самое Для гелиоцентрической гипотезы Причем если Аристарх не смог как-то вразумительно Объяснить движение всех прочих планет То Коперник это сделал И его книга о вращениях небесной сферы Это вот совсем немножко теории И огромное количество каких-то сложных таблиц Графиков, схем, формул То есть он предложил современникам Новый математический аппарат Вложил им в руки работающий инструмент Которым могли пользоваться все Кто имел достаточное познание в математике А вот эпохальная идея о том Что планеты действительно То есть реальности вращаются вокруг Солнца Некоторые исследователи считают Что сам Коперник поверил в это Только после того, как у него все сошлось математически Ну то есть цифры говорили сами за себя Не могло быть просто по-другому Пришлось поверить Кстати, это было совершенно новое явление В тогдашней науке Что поверить в физическую реальность Какого-то явления Только на основании математических подтверждений Так что гелиоцентрическая система По праву носит имя Коперника Хотя, конечно, это не значит Что известная нам сегодня Гелиоцентрическая система Создана Коперником Это еще один распространенный миф И чтобы опровергнуть его Достаточно заглянуть в книжку О вращениях небесных сфер Вот это, пожалуй, самая знаменитая Ее страница С главной формулировкой Коперниканской революции Что в центре всего располагается Солнце И схемой Вот по этой схеме все ислудят Обучение Коперника Ее рисуют везде От детских энциклопедий До научно-популярных роликов на Ютубе В реальности, конечно, система намного сложнее И содержит множество заблуждений Ну или, скажем так, анахронизмов О которых нам не рассказывали в школе Например, Коперник считал Солнце Не только центром Солнечной системы Но и центром вообще всей Вселенной О том, что это звезда Такая же, как другие звезды Что у других звезд тоже могут быть планеты Он, конечно, не подозревал Во-вторых, он полагал Вселенной Ограниченной большой твердой сферой В-третьих, он, подобно современникам Считал, что на этой сфере укреплены все звезды То есть они находятся все на одинаковом расстоянии от Земли Хотя Коперник, наверное, пожалуй, первым понял Что звезды от нас очень-очень далеко Намного дальше всех планет Далее, Коперник не стал отказываться От принятой в его времена Вот этой вот небесной матрешки Придуманной пифагорейцами И физически обоснованной Аристотелем То есть он предполагал Что все планеты находятся В твердых прозрачных сферах Кроме того, он не отказался От таких важных элементов В Птолемейской системе как эпициклы и эксцентры Эпициклы Птолемей ввел Для объяснения неравномерности Траектории движения планет Которые, как известно, не ходят По небу ровным строем Вот так, а выписывают Весьма причудливые петлеобразные траектории Так вот Птолемей предположил Что могут вращаться не только сами сферы Но и планеты вот так по их поверхности Это и есть эпицикл А эксцентры понадобились Для объяснения изменения яркости планет То есть, почему нам кажется Что какая-то планета Будто то отдаляется от Земли То приближается к ней Так вот Птолемей учил Что у каждой сферы Свой центр вращения Неподалеку от Земли То есть, вся система Она так немножко несимметрична И сферы смещены Относительно друг друга И относительно нас Вот это все осталось у Коперника И, наконец, Коперник полагал Что земная ось Постоянно меняет свой наклон Так он пытался объяснить Смену времен года Что же получается Нас учат А потом и мы Учим своих детей Что гелиоцентрическую систему Принятой в современной науке Создал Коперник Но, глядя в его книгу Мы видим Там же все совершенно по-другому Неужели грандиозный обман? Нет Просто имя Коперника Превратилось в символ Долгой революции в астрономии Которая началась Именно с удачной попытки Коперника Поставить Землю в центр мира Он сделал первый и самый трудный шаг Собственно, это такое же происходит И с другими теориями Например, Дарвиновская Или теория Эйнштейна Они тоже прошли уже В свой долгий путь развития Ну а для того, чтобы Солнечная система Приняла привычный нам Сегодня вид Понадобилось еще Несколько сотен лет Во второй половине 16 века Стали отказываться От твердых сфер Это благодаря Тихобраге И Оганну Кеплеру Потом Кеплер Сформулировал Свои законы Движения планет Понял, что Орбиты их Не идеально круглые А такие вытянутые Эллиптические В то же самое время Галилей Начал использовать В астрономии Телескоп открыл Четыре спутника Юпитера Фазы Венеры Начал исследовать Лунный рельеф Что еще Ньютон Со своим законом Всемирного тяготения Эдмон Галей Который понял Что кометы Тоже имеют Свои орбиты И периодически Возвращаются к Земле Хершель открыл Уран Галя открыл Нептун Потом поняли Что у них есть спутники Потом открыли Плутон Планетоиды И так далее И тому подобное А Коперник Ну Он был дитя своей эпохи И его представления О мире Они основывались На физике Аристотеля И астрономии Птолемея Ну вот кстати Несмотря на все Заблуждения Он совершенно правильно Указал порядок планет Поставив Землю На третье место От Солнца Ну то есть Начинал-то он Собственно как раз С того что Просто поменял Землю и Солнце В модели Птолемея И так Земля Стала на третье место Но потом Когда уже родилась Теория Понадобились Какие-то доказательства То есть Для человека Шестнадцатого века Вот этот порядок планет Был вовсе не очевиден Почему Как доказать Ну мы конечно С высоты столетий Нашего продвинутого Уровня знаний Снисходительно Можем сказать Да По периоду обращения Вокруг Солнца Это же ясно Вот именно так Коперник Действительно Совершенно правильно Рассчитал Периоды обращения Планет Вокруг Солнца Все это было ново Удивительно Революционно И совершенно Противоречило Тогдашней физике А еще Противоречило Библии То есть Вы поняли Куда я клоню И сейчас Я Пошагово Покажу вам Как рождается Исторический миф Испутанец В источниках И простых случайностей Ведь Кто же не знает Что догматичное Мракобесная Церковь Постоянно Преследовала Передовую науку Что горели костры Не только из книг Но и из людей И как только Коперник выжил Впрочем Когда я пару лет назад Стала набирать в гугле Слово Коперник То буквально Вот одним из первых Вариантов В строке поиска Было вот это То есть Многие наши Современники Уверены в том Что он все-таки Не выжил Но мы давайте Разбираться будем Как известно Первыми учения Коперника Осудили Даже не католики А протестанты Историки Это подтверждают Обычно Самым настоящим Историческим Источником То есть Цитаты Из застольных Речей Вождя Реформации Мартина Лютера Глава Протестантов Рассказывал Собеседникам Что слышал О каком-то Астрологе Который якобы Утверждает Что не небеса Движутся вокруг Земли А Земля Сама движется И вращается И добавил Этот дурак Хочет перевернуть Вердном Все искусство Астрономии Вот на русском языке Этот пассаж Впервые появился Видимо у Михаила Александровича Энгельгарда В конце 19 века Потом у него Взяли это Советские авторы А по ним Уже перевод Цитируют Авторы современные Что же видит Сегодня читатель Глава протестантов Прилюдно Обозвал Коперника Дураком Ну все С этими протестантами Понятно Догматики Противник Передовых Идей А дальше Образованные люди С развитым Логическим мышлением Делают вывод Что раз Лютер сказал Такое Должны быть Последствия Да лютеранская церковь Просто обязана Была этого Коперника Преследовать Ведь сам же Лютер сказал Что его учение Это чепуха И вообще Противоречит Библии Ну а мы Давайте с вами Посмотрим На тот текст Который переводил Энгельгард Вот этого Издания Середины XVIII века Вот в подчеркнутом Предложении Вы видите Слово Нар Тот самый Дурак Который Хочет перевернуть Астрономию Ну вообще Слово Дурак Слово Нар Переводится С немецкого Как Шут Шут В XVI веке Это обычная Самая профессия Ну как Сапожник Пекар Адвокат Хотя конечно Далеко не Самая почетная И действительно Да Это слово Употреблялось Тогда уже В разных значениях Но они были Разнообразны И вот почему Энгельгард Выбирал для своего Перевода Именно слово Дурак Ну мы уже Не узнаем Я предполагаю Потому что В его время Слово Нар Переводилось В коннотации Глупец Уже Так или иначе Вот из-за такого Непонятного Странного Выбора Слова Сегодня Почти во всех Книгах На данную тему Написано Что Лютер Считал Коперника Чуть ли не идиотом Хотя Он же по идее Просто заметил Что астроном Ведет себя Смешно и нелепо В своей претензии На оригинальность Но дальше Еще лучше В 1916 году Вышло новое Критическое Издание Застольных речей Редакторы Утверждали Что работали С оригинальными Документами 16 века И привели Еще одно Тоже Оригинальное Звучание Данного пассажа Вот здесь Вы видите Что смешивая Немецкие Латинские Выражения Лютер Сказал Буквально Следующее Что вот Кто хочет Показаться умным Должен Выдумать Что-то свое Как это Делает Тот Кто хочет Перевернуть Вверх Дом Все искусство Астрологии То есть Слова Шут Там нет Вообще Где же Правда Если Мы посмотрим На оба Текста То вот В том Тексте 18 века Мы Видим Некоторые Слова И грамматику Уже В той форме Которая была Типична Для 18 века То есть Вот это В любом случае Поздняя адаптация И возможно Перевод с латыни Я не знаю Здесь Мы видим Слова И грамматику Типичные Как раз Для 16 века Более того В те времена Образованные люди Действительно Часто Смешивали Немецкие Латинские Фразы В речи И на письме Это считалось Круто Так что Вот этот Фрагмент Он выглядит В любом случае Более аутентичным Но Я вам так скажу Застольные речи Записывали За Лютером Разные люди В данном случае Возможно Два разных человека Записи Не могли быть Дословными Прошу прощения Что там говорил Лютер В реальности Непонятно Сам он этих Записей Не видел Не редактировал Но Если исторический Миф Уже вошел В обращение То все Отвязаться От него Будет не так То просто И до сих пор Мы можем Наблюдать его Во многих Книгах О Копернике И о гелицентризме Тут проблема С одной стороны Знаете В том Что многие авторы Особенно публицисты Они с оригинальными Источниками Не работают То есть Берут Например Переводы Сделанные В середине 19 века Или в начале 20 С другой стороны Вот эти представления О враждебности Церкви Любым Научным Новостям Научным Открытиям Они гораздо старше Чем вы думаете И многие авторы Пали их жертвой То есть Даже Многие ученые Они вот уже Подсознательно Склонны считать Что церковь Может вести себя Только так И никак иначе Почему Знаете Детям уже довольно давно В школе рассказывают Про Джордана Бруно Про Галилео Галилея Про Инквизицию Про охоту на ведьм Вот такие Знаете Короткие истории Символы Без подробностей На эмоциях А когда люди Узнают подробности Они очень удивляются Кроме того Вы же понимаете Что когда Любое поколение Когда оно Присловит церковь Оно переносит На ту церковь 16 века Свои представления О церкви О современной Причем Неважно Католической Протестантской Православной Церковь и церковь И действительно Если вот сегодня Посмотреть на Отдельные высказывания Каких-то представителей Православной Церкви Например Отдельных представителей Я подчеркиваю То ошарашенные Слушатели Говорят Ну Ничего себе То есть Это если оно Сейчас Так А что же там Было в 16 веке Но Действительно ли Протестанты Осуждали Гелиоцентрическое Учение Коперника Да вообще-то нет Лютер Его сподвижники Конечно С большим Недоверием Отнеслись К подобным Странным Идеям Но Каких-то Правовых Политических Решений Или последствий Не было Но хорошо Оставив В покое Протестантов Вам же наверняка Интересно А что Сделала С Коперником Католическая Церковь Да ведь Судя по популярности Запроса Коперника Сожгли Многие Понимают Что не могла Она оставить Без внимания Такой Еретический Во всех Отношениях Текст Давайте С вами Сейчас Перенесемся В Рим 1533 Год 10 лет До выхода Книги Коперника Итак Представьте Перед образованной Почтенной Почтенной публикой Известный Ученый И дипломат Иоганн Альберт Питтменштеттер Читает Научно-популярную Лекцию О новой Любопытной Теории По-новому Описывающей Устройство Космоса В центре Находится Не Земля А Солнце И вокруг него Вращаются Все планеты Включая И Землю Публика Внимается С огромным Интересом С энтузиазмом Начинает Задавать вопросы Завязывается Дискуссия И многие Слушатели Подумав Заявляют Что да Ведь действительно Вполне Такое может быть Это очень интересно Особенно Если подтвердится Математическая часть И как-то Ситуация Заключается В том Что дело Происходило В Ватикане В саду Папского дворца Витманштеттер Был личным Секретарем Его святейшества А его Благодарными Слушателями Оказались Папа Римский Климент Седьмой Члены Курии И папский Лепмедик То есть Докладчик Прямым текстом Сообщает Высшему Руководству Католической Церкви Что Земля Не центр мира Не центр творения Как это написано В Библии И его Не прерывают Возмущенными Возголосами Не зовут стражу Не тащат на костер Как такое Могло случиться Миф О косности Церкви Ее постоянной Враждебности Любым Передовым Научным Идеям Он конечно Прочно утвердился В сознании Современной Публики И мы обычно Как-то не думаем О том Что за свою Более чем Тысячелетнюю То есть Ко времени Коперника Историю Церковь В разные Периоды Своей истории Вела себя По-разному И разные Ее руководители Проводили Различную Политику То есть Да Я не спорю Бывали Перевспышки И даже Периоды Фанатизма И мракобесия Но ведь Бывали Периоды Когда именно Церковь Вела за собой Науку И стояла В авангарде Передовых Исследований Можно назвать Целый ряд Великих Ученых Авторов Идеи Открытий Прочеворечивших Ну на наш Современный Взгляд Политики Церкви Там еще На одну Лекцию Наберется Вот просто Для примера Николай Рем Рассуждавший О вращении Земли Он был Епископом Города Лизье Николаус Кузанский Это который Про бесконечность Вселенной Он был Кардиналом И доктором Канонического Права Да и сам Коперник Как наверное Многие из вас Слышали Был тоже Доктором Канонического Права И католическим Каноником Ну ладно Оставим В покое Коперника Давайте вернемся К Витмандштеттеру Так вот После смерти Климента Седьмого Он стал Личным Секретарем Кардинала Николая Шенберга Тоже Известного Ученого Преподавателя Университета Има И вот В один Прекрасный День Кардинал Шенберг Пишет Письмо Одному Малоизвестному Астроному По имени Николай Коперник В котором Восхищается Его гелиоцентрической Теорией Призывает Как можно Скорее Опубликовать Ее И даже Предлагает Взять на себя Все расходы По публикации А это В те времена Немалая сумма Где же Они Кровавые Фанатики Инквизиторы С молитвами Раскладывающий Костер Один Инквизитор Нужно Признаться Нашелся Сразу же После выхода Книги Коперника Это Богослов Папского Дворца То есть Что-то Вроде Личного Теолога Папа Доминиканец Бартоломео Спина Книга Коперника Ему Категорически Не понравилось И он Немедленно Высказался В том смысле Что надо бы Ее пристально Изучить И официально Осудить И дальше Биографы Коперника Обычно Пишут Что-то Вроде И только Смерть Спины В 1546 Году Помешала Этому Прямо Ощущаете Серьезную Угрозу Ну вот Как вы думаете Главный Папский Теолог За пару Лет Не мог Добиться Запрета Какой-то Там Книги Или он Просто Не занимался Этим Вопросом Впрочем Единомышленник Успины Все-таки Нашелся Это Доминиканский Монаж Джованни Маето Лассани Который Написал Трактат В котором Аргументы Коперника Объявлялись Недостаточно Вескими И вообще Несостоятельными Вот собственно И вся Реакция Католической Церкви На такое Можно сказать Теоретическое Учение Теоретическое Замечание Папского Теолога Без всяких Последствий И трактат Который Кстати Не был Опубликован Окей Можно Конечно Возразить Что Коперник Просто Вовремя Умер А то Бо Ему Не Поздоровилось Что Триденский Собор На котором Обсуждалась Борьба С ересями Начался Только После Смерти Астронома Да Действительно Коперник Умер Через Несколько Недель После Выхода Книги Буквально А Триденский Собор Начался Еще Через Три Года Но Учение Коперника На нем Вообще Не Обсуждалось Зато Еще Много Лет Спокойно Обсуждалось В ведущих Католических Университетах Европы И вот Одним Из Результатов Этого Собора Был Всем Известный Индекс Запрещенных Книг Так вот В первом Его Издании 1559 Года Книги О вращениях Небесных Сфер Почему-то Не Оказалось Так Что Не Не Было Никакого Преследования Не Совсем В индекс Попала Другая Книга Первое Повествование Георгия Эхиморетикуса Ученика Коперника В котором Излагались Популярным Языком Основы Гелиоцентрического Учения Ну А книги Коперника Пришлось Дать Своего Часа Целых 73 Года В 1615 Году Монах Итеолог Паулу Антонио Фаскарини Опубликовал Трактат О взглядах Пифагорейцев И Коперника На подвижность Земли И неподвижность Солнца Да, да Монах Итеолог Публично Защищал Учения Коперника Сначала Письменно Потом Мусном Время И он Представьте Себе Умер Своей Смертью И даже Не в заключении Однако Дело Было Уже После Триденского Собора И к тому же Инквизиция Как раз Примерно В то же Время Завела Дело На некой Галилео Галилея Который Зачем-то Рассказывал Всем Что гелиоцентрическая Модель Коперника Она не математическая Модель И отражает Физическую Реальность Космоса Так вот Галилею В тот раз Удалось Вырваться Из цепких Лап Правосудия Ну А книга Коперника 5 марта 1616 года Наконец-то Попала В индекс Но Запрет был Неполным И был снят Через Несколько лет После внесения В текст И от изменений Ну и естественно После запрета Католиками Она спокойно Продавалась И переиздавалась В протестантских Странах Но в целом Вы видите Что не было Какого-то Единодушного Осуждения Или единодушного Восторга В каждой церкви Или скажем так Более широко В каждой религии Были люди И стои С другой позицией То есть Как за Так и против Вот такая история И мифов о Копернике На самом деле Достаточно много Например Почему-то Любая его биография В энциклопедиях Начинается словами Великий польский Астроном Николай Коперник Родился Но почему Собственно Польский Да Он родился И жил На территории Польского королевства Но мать его Была чистой немкой Отец имел Немецкие корни Да и родным языком Его был немецкий Или скажем В 1959 году Известный писатель Артур Кёстлер Запустил в широкие Массы миф о том Что книгу О вращениях небесных сфер Оказывается Никто не читал Ну еще как читали И с 1970 года Американский исследователь Оуэль Джинджерич Он начал Поиск Сохранившихся Экземпляров Книги Коперника Он нашел Больше половины Первого издания И почти Две трети второго И знаете Как бы тот факт Что оба издания Были распроданы Он уже Говорит сам за себя Да И более того На страницах На полях Между строчек Джинджерич Нашел многочисленные Пометки Владельцев Этих экземпляров То есть Книгу читали Очень внимательно И книга Коперника Была у всех Известных И малоизвестных Астрономов И не только Астрономов Того времени Или еще один миф Распространенное Мнение о том Что Коперниканская Революция Это вот борьба Моделей Коперника И Птолемея То есть Либо-либо Но Ведь были еще И другие Альтернативы Предлагалось На выбор Также Несколько Гибридных Систем Как например Вот такая От датского Астронома Тихо Брага И вот Именно с ней Они С Птолемеевской Системой Конкурировала Система Коперника Вплоть до Середины Семнадцатого Века Причем Конкуренция Была очень Напряженной Вот здесь Вы видите Что Джованни Батиста Ричоли В Новом Альмагесте Привел Всего 49 аргументов За И целых 77 Против Учения Коперника Почему Так происходит С мифами Знаете Люди Склонны К мифотворчеству И чем дальше Во времени Отстоит От нас Какая-то Историческая Фигура Историческое Событие Чем меньше Исторических Источников И фактов Сохранилось Тем старательнее Наш мозг Пытается заполнить Вот эту Информационную Пустоту Добавляя Какие-то Несуществующие Детали Проводя Причинно-следственные Связь Делая Фальшивые Выводы И это Касается Как Вполне Безобидных Тем Как Вот Это Наша Так И довольно Спорных Событий И личности Мифы Которых Используются Детали Ваши выступления Острые Вопросы Как говорится Были герои И до Агамемнона И даже после Вот Но Значит Тем не менее Это вопрос Действительно Сложный И голосование Это отражает Я сразу Скажу честно Что У меня Совершенно Другое отношение В том числе К перечисленным Мифам Потому что У меня Другая Несколько Так сказать Представление О Копернике И истории Создания его Теории Я это все Изложил Несколько лет Назад В своей книге Искушение Святого Как не научные Корни Научной революции Вот она Так называлась Вот Она по-моему Есть в интернете Ее можно С ней можно Познакомиться Мне кажется Что тут Важный момент Который Был Опущен Это то Что книга Коперника Вышла С предисловием Адлектором То есть Читателем Написанным Высокопоставленным Довольно-таки Протестантским Пастором Асиандром И Асиандр Всех успокоил Предвидя Как и Коперник Что могут быть Религиозные возражения Он написал Что Теория Коперника Это не более чем Математическая теория Которая не претендует На физическую реальность То есть Мовки не успокоятся Все в порядке Земля На своем месте Солнце на своем А Коперник дал Просто математическую Теорию И кстати Большая часть Читателей Которые его читали А их интересовали Таблицы Расчеты Менделеева То есть Математическая сторона А вот Что касается Самой космологии То это Как-то Спокойно И поэтому Церкви Нет нечего Особенно было Так сказать Возмущаться Не к чему придираться Ну условно Так условно Все что угодно Можно предположить Ради бога Ради математического удобства Пусть побалуются И такой моделью Вот Ну Теперь О предшественниках Вот я перехожу Непосредственно К первому вопросу Значит Ну В библиотеке Баварского Университета Есть Национальная библиотека Баварии Есть Рукопись Книги Коперника До революционного Сорбием Калестем Обращения небесных Сфер И там Первая книга В конце В 11 главе Есть В рукопись Большой отрывок Который был включен Кстати сказать В русский Перевод Ну Там В соответствующих Скобках Был сделан В русский Перевод Этой книги В классиках Науки И там Упоминается Имя Аристарха Кроме А потом Коперник Вычеркнул Аристарха Значит В 2000 В 2000 Году В рунале Вопрос Философии Даже была Статья Юрия Виктора Чечайковского Которая Называлась Избегание «Предтечь», где он на разных исторических примерах показывал, что как ученые, многие даже дающиеся ученые, старались замолчать вклад своих предшественников. В частности, Коперник упомянул об Аристархе и так далее. Мой вопрос заключается в том, почему Коперник вычеркнул из окончательной редакции, из печатного экземпляра имя Аристарха Самоска. Хороший вопрос. Ну, давайте мы, наверное, для слушателей сначала сразу оговоримся, что у нас не сохранилось никаких записей самого Коперника о том, почему он это сделал. И те, кто издавал его книгу, они тоже никаких записей на этот счет не оставили. Поэтому мы действительно можем только предполагать или даже фантазировать. Ну вот на сегодняшний день, насколько я знаю, большинство исследователей, они считают, что это случилось потому, что Аристарх, он же был осужденным безбожником. И Коперник, возможно, был знаком с трактатом Плутарха, да, о Лике и Луне, где рассказывалось, что некий Клеанс обвинил Аристарха в безбожии за то, что тот посмел сдвинуть землю с ее исконного места. И то есть, возможно, если Коперник знал эту историю, возможно, он хотел избежать каких-то нежелательных для себя аналогий на тот случай, если бы его книга попала в руки каким-то фанатикам. Есть еще одна версия, то есть может быть еще одна версия, потому что ведь гипотеза Аристарха, которая была сформулирована достаточно слабо, да, если уж честно говорить, ее легко опровергли современники и последующие поколения астрономов тоже. И то есть Коперник, который писал-то, в общем-то, о том же самом, да, о подвижности Земли, но исходил из других предпосылок, по-другому это обосновывал, возможно, он просто хотел избежать вот этих ассоциаций своей теории с такой вот абсолютно неудачной попыткой рассказать людям о подвижности Земли. Но вот эти версии, они, скажем так, сразу имеют право на существование только если это действительно был Коперник, то есть если вычеркнула Аристарха действительно сам Коперник. Да, я могу согласиться в основном с этим ответом, у меня, естественно, есть свой ответ, но он близок, потому что действительно мы знаем Берри Старха, от Аристарха остался только один астрономический трактат, вот его систему излагает Архимед в знаменитом сочинении о счете песчинок в саммите, вот, и надо сказать, что судя по изложению Архимеда и книги Аристарха, у него отсутствовал очень важный элемент. Он фактически три элемента, так сказать, Вселенной рассматривал далекие звезды, а поближе это Земля и Солнце, и все. Как расположены остальные планеты, было совершенно неясно. Вот тут повод для гадания. А это очень важно, потому что это означало, что теория Аристарха имела все те слабые места и вопросы серьезные, которые могли задать и Аристарху, и Копернику задавали, не имея ни одного преимущества теории Коперника, которую он сделал. Прекрасно, да, вот здесь мы разобрали. Теперь вопрос такой, может быть, более общий. Вот в чем значение новизна все-таки? Отчасти об этом говорилось в докладе. Вот гелиоцентрической теории, в чем ее оригинальность, в чем новизна, в чем ее дерзость, в чем ее смелость и для того процесса, который мы называем научной революцией 16-17 веков. Оригинальность и новизна. То есть кроме того, что она переворачивала все научные, философские, религиозные представления о ней. Да, он поменял солнце, да. Да, то есть вы понимаете, как это выглядело для тех людей. То есть, по сути, она не только противоречила законам физики, она же практически объясняла людям, что человек-то оказывается не центр, не смысл существования Вселенной. Более того, что теперь непонятно, где у нас будет рай, где ад, где летают ангелы, кстати, куда вознесся Иисус-то после своего воскрешения. Ну, ладно, если говорить именно о научной революции, то вот смотрите, до Коперника никто не ждал от астрономии объяснения и описания каких-то реальных физических явлений, да. От нее ждали математических моделей, которые позволяли бы как можно более точно рассчитать, предсказать координаты планет. Собственно, вы об этом же прекрасно рассказали в своей лекции о Галилее, да, на одном из прошлых форумов. Наверное, не буду сейчас все это подробно объяснять, но во всяком случае, вот теперь приходит Коперник, и говорит, что его-то модель, оказывается, отражает физическую реальность космоса, то есть как на самом деле, что астрономия-то, оказывается, способна на такие подвиги, что это можно даже математически доказать. То есть раньше же считалось, что вот что там в космосе движется, как, почему, это знает и может постичь только Господь Бог, а не какие-то там астрономы, да. И вот то, что сказал Коперник, это было неслыханно. И когда уже много позже, да, потом, в начале 17 века эту же идею активно пропагандировал Галилей, за что, собственно, и поплатился. Но вот среди профессиональных астрономов в научном мире вот этот ключевой поворот, он произошел еще до Галилея. То есть гораздо раньше, и буквально уже через очень короткое время после выхода книги Коперника, дискуссия в астрономии переместилась уже в другую плоскость. То есть начали обсуждать, что действительно ли астрономия может описывать реальный космос, и что действительно ли этот космос выглядит так, как описал Коперник, или может быть как-то по-другому, тогда как. И вот это было, это был совершенно новый, совершенно новый, ключевой переворот в понимании задач астрономии. То есть получалось, что вот наука теперь способна постичь то, что раньше считалось только божественной прерогативой. И когда вот уже потом в 1580-х годах, скажем, Тихо Брага развивал свою гибридную модель, другие астрономы пытались там придумать что-то свое, то есть они уже исходили из того, что их модель должна описывать реальный космос, а не какой-то гипотетический, математический. И вот именно поэтому эти модели получились такими, какими они получились. Да, вот это вот известная история, о которой вы упомянули, что вот есть такая трактовка довольно спорная, что якобы читатели многие вообще не поняли, что Коперник-то на самом деле имел в виду и что он хотел сказать, что он описывает реальный космос, потому что вот в книге было предисловие Андреаса Асиандера, где теория объявлялась математической моделью, что Асиандер предисловие не подписал, да, и все думали, что это написал Коперник, и поэтому вот верили в это вот вплоть там до Галилеи и Кеплера, который якобы об этом первый там, первый это понял. Но эта трактовка на самом деле она очень спорная и сейчас известно множество различных фактов исторических, которые подтверждают, что большинство именно профессиональных астрономов, они уже совершенно четко и прекрасно понимали сразу практически после выхода книги, что там Коперник имел в виду. То есть они это уже знали и каких-то вот таких заблуждений насчет того, что математическая эта модель или нет не было. И еще один важный момент для научной революции. Да, вот до Коперника система Птолемея, она считалась не просто верной, она была единственной. То есть да, кто-то там в чем-то сомневался, кто-то критиковал ее по ряду пунктов, но никто не мог предложить работающую альтернативу. Коперник это сделал. И теперь получалось, что вот вопрос устройства Солнечной системы, он оказывается не раз и навсегда выясненный, а открытый и более того очень даже дискуссионный. И многих это, кстати, очень нервировало, потому что им пришлось напрячь свои ученые мозги и подумать о том, что по каким критериям мы теперь будем сравнивать и оценивать эти две по сути равноправные модели. Какая из них верна? Так ладно, было бы их только две. Ведь после Коперника другие же астроному сказали, о чем я собственно хуже, и начали развивать собственные модели устройства Солнечной системы. И вот это была уже совершенно новая реальность в астрономии. Да, я согласен с главным, потому что раньше действительно считалось, что Петеремей начинает свой трактат с того, что как на самом деле устроен мир, это только Богу известно, а вот задача астронома дать правильные цифры, то есть спасти явление, как тогда говорили. А Коперника была другая установка, что спасти явление должна теория, которая может претендовать на, так сказать, истинное описание структуры, ну как тогда говорили мира, то есть Солнечная система в данном случае, конечно. А что касается критериев, о которых было сейчас упомянуто, да, вот одна из, так сказать, драматических моментов теории Коперника, на мой взгляд, это было то, что эта теория была не доказана долгое время, потому что звездный параллакс, самое веское доказательство было открыто только в 1837 году, когда уже появились достаточно хорошие телескопы. Коперник обсуждал этот момент, он обсуждал, говорил, так сказать, что неплохо бы обновить звездный параллакс, но никак не удается, потому что это была вообще телескопическая астрономия в его время. Но это, кстати, то, что он обсуждал параллакс, говорит о том, что он вовсе не считал, значит, что все звезды находятся на одинаковом расстоянии, на одной сфере, на одинаковом расстоянии от Земли и Солнца, потому что, если бы это было так, тогда говорить о звездном параллаксе вообще не приходит. Ну, сфера звезд же у него была. Сфера звезд у него была. Сфера звезд, это звезды, у него, тогда непонятно, зачем он говорил о параллаксе. то есть у него звезды были основная его идея была о том, что звезды далеко находятся и вот эта последняя сфера, она очень-очень большая и сфера, это не обязательно, что они как насекомые да, да, да что у него не была идея что к этой сфере они все как в гербарии насекомые, то есть растения или значит пределы на одном расстоянии нет, они около а он писал о параллаксе и он обсуждал вопрос, а это означает, чтобы был параллакс, но чтобы было разное расстояние поэтому здесь вот вопрос такой ну хорошо, это отнесем к недостаткам стиля Коперника и последний вопрос, вот вы говорили, интересно да, если есть время значит ну нет, я мог наставить два вопроса вполне, я могу третий опустить коллеги тогда давайте мы давайте мы ограничимся пока что двумя вопросами потому что у нас еще есть вопросы от зрителей которые тоже очень хотят спросить да, хорошо вот тем не менее я в данном случае рад, что получилась все-таки такая действительно хорошая дискуссия но я сейчас и попрошу традиционно уже наших зрителей проголосовать кто из участников дискуссии на ваш взгляд более убедителен на чьей вы стороне на стороне Ксении или на стороне Игоря проголосуйте пожалуйста сейчас дорогие друзья перейдя по ссылке в чате а мы сейчас перейдем к вопросам к вашим вопросам дорогие друзья и первый вопрос от Ксении Аблис которая спрашивает насколько сильно религиозное влияние в трудах Коперника я бы сказала в труде потому что на астрономическую тему у него только одна публикация собственно вращение небесных сфер ну я скажу так вот сам Коперник он всеми силами старался избежать любой связи своей научной теории с религией старался свести ее к абсолютному нулю то есть он был не только верующим человеком он был доктором канонического права католическим каноником то есть служителям церкви без духовного сана и поэтому он как никто другой понимал насколько вот эта его теория насколько она противоречит сложившихся религиозным и философским представлениям о мире и вообще считается что первая идея вот гелиоцентрической теории пришла Копернику ну примерно в возрасте 30 лет когда он учился в Италии и вот следующие 40 лет своей жизни следующие 40 лет своей жизни он терзался страшными сомнениями и не мог вот сделать этот тяжелый моральный выбор что опубликовать ли свою обнародовать или оставить ее скрытой от глаз скажем так научного мира и публики и даже когда он уже все доказал математически когда все подтвердилось он не мог решиться и в конце концов он просто взял эту рукопись убрал на полку и она валялась там лет 10 пока не появился человек который заставил его эту рукопись достать показать ему и уговорил его опубликовать свою теорию это был Георгий Ахимретикус который считается его единственным учеником и собственно он эту книгу отредактировал издал Коперник он очень сильно сопротивлялся ну а когда он перестал все-таки сопротивляться то он написал предисловие книги о вращениях небесных сфер обращенная к Папе Римскому где пытался донести до понтифика простую мысль что его теория она строго научная строго математическая и она ни в коем случае не имеет никакого отношения к религии не претендует на толкование Библии поэтому давайте ее пожалуйста оценивать вот только с точки зрения математики теологам этим заниматься вообще не надо и тут он конечно не мог написать ничего другого потому что действительно когда если бы за его книгу взялись за оценку его книги взялись именин теологи то понятно бы естественно какие были выводы спасибо вопрос от Кирилла скажите как вам кажется почему в народном сознании Коперник Галилей и Бруно настолько смешались до степени смешения кстати действительно это так ну да это вот у меня была картинка кстати в презентации что вот где-то я такое слышала что вот Коперник сожгли и он там на костре говорил фразу и все-таки она вертится ну во-первых это скажем так практически один исторический период то есть вот Коперник потом Джордана Бруно его сожгли в Риме в 1600 году да и потом вот идет процесс Галилея то есть для людей незнакомых с историей в принципе вот эти там 100 меньше 100 лет там 90 лет они в принципе легко спрессовываются в одну точку и конечно во-вторых это тема то есть речь идет в общем-то о вращении Земли вокруг Солнца вокруг своей оси ну в случае с Джорданом Бруно также вопросы бесконечности Вселенной и мне кажется это просто из-за недостаточного банального банального из-за недостаточного знания истории но это по-моему просто следствие массовой культуры и школьного образования ну это тоже да это вот рассказывается детям примерно вот в одно время как ну в учебниках оно стоит примерно рядом и оно вот так и запоминается в одну кучу все да вопрос задает Ренат Камаледдинов который спрашивает вы считаете что все эти мифы актуальны почему ну что значит актуальны если мы говорим о Копернике то есть предполагается когда я с кем-то говорю о Копернике я выясняю да насколько какими человек обладает знаниями на эту тему то есть если человек о Копернике не знает ничего и вот об истории гелиоцентризма ну то есть понятно какие могут быть мифы он и мифов не знает он не слышал ни мифов ни правды если человек как-то интересуется историей интересуется возможно астрономией да если он что-то читал на эту тему то он неизбежно просто вот наталкивается на какие-то вот эти мифы о которых я надеюсь я перечислила самые актуальные да мы проводили голосование перед этим и собственно подписчики паблика выбрали эти мифы как самые актуальные то есть да человек на них неизбежно наталкивается мы можем взять любую биографию Коперника и там вот найдется список тут важно сказать что это действительно это не высосано из пальца это мифы собранные в результате опроса голосования среди нескольких тысяч человек так что ну некая некая объективная картина скажем ну некоторого среза общества по крайней мере наших подписчиков вопрос от Рыжий есть ли какие-то книжки о теме лекции которые можно почитать детям для формирования у них правильного понимания темы и интереса к изучению ох детям какого возраста тут конечно большой вопрос я в конце своей презентации там в последнем слайде несколько книжек перечислила то есть это должны быть конечно же научно популярные книжки и дети должны быть естественно готовы прочитать книжку ну или взрослые готовы должны быть прочитать книжку и рассказать детям о пересказать ее краткое содержание потому что если человек хочет знать историческую правду а не просто какие-то мифы по верхушкам то извините придется читать ну вот у меня сейчас в следующем месяце выйдет книга там разобраны эти и еще какие-то другие мифы и в том числе приведена биография Георга Эхиморетикуса вот как он работал вместе с поперником как они издали книгу вот эта вот малоизвестная история вот можете почитать вопрос вопрос от Алексея Чмутова были ли какие-то преследования Коперника или его книг я думаю я ответила в своем докладе на этот вопрос могу еще раз сказать что преследования Коперника не было потому что он сразу умер меньше чем через два месяца ну а о судьбе книги я в общем-то сказал Анастасия Мазанова спрашивает были ли во времена Коперника Галилея и прочих какие-то рассуждения о жизни на других планетах или о том что планеты живые о том что планеты живые я такое не слышала по крайней мере ну как мне неизвестно например Орган Кеплер он в студенческие годы написал такую интересную как ну что-то вроде пьесы сейчас бы мы это сказали научно назвали научно-фантастическим раскатом то есть он описал как вот было бы если бы какой-то человек вдруг оказался на Луне ну то есть по сути о полете на Луну и также во второй половине 16 века вот после уже обнародования теории Коперника естественно это вызвало волну различных предположений спекуляций научная дискуссия развивалась на эту тему и да действительно были сейчас имя у меня к сожалению вылетело из головы но мы можем это как-то потом в паблик написать было два ученых во второй половине 16 века которые писали о том что да возможно может быть жизнь на других планетах это в принципе было логично для тогдашнего сознания религиозного потому что смотрите люди считали что вот господь бог создал землю не просто так вот а чтобы населить ее людьми да и если земля такая же планета как и другие то есть господь бог создал их наверное видимо так же и значит эти планеты они по идее должны быть обитаемы но там возникал ряд целый ряд других вопросов то есть вот а что там с первородным грехом а был ли у них свой спаситель и так далее это конечно очень забавно об этом читать ну и вопрос тут даже два сразу вопроса таких простеньких коротеньких раз столько мифов все-таки Джордана Бруно сожгли на самом деле и за что спрашивает Андрей Сальников и Павел Гончаров сразу следом пишет да что не так сделал Бруно Джордана Бруно конечно сожгли 19 февраля по моему 1600 года на площади цветов в Риме за что его сожгли вот это по сей день остается предметом научных дискуссий потому что школьникам конечно рассказывают что вот Джордана Бруно он рассуждал о бесконечности миров о бесконечности вселенной он говорил что земля вот то есть согласен был с учением Коперника что земля вращается вокруг своей оси вокруг солнца и Джордана Бруно сожгли и то есть люди воспринимают это как причину и следствие но на самом деле там Джордана Бруно натворил много всего такого за что его можно было сжечь даже если бы он не поддерживал теорию Коперника скажем так ну вот дело в том что вот обвинительные вот эти акты документы этого процесса они до нас дошли в каких-то какими-то фрагментами обрывками то есть цельной картины мы создать не можем на самом деле и обвинения они были очень разнообразны ну вот я вам просто как скажу как один из примеров да почему церковь могла быть на него вот так зла вот он был монахом и вот в один прекрасный день он ушел из монастыря сбежал не без спроса сбежал но перед этим он ну кто-то одни авторы пишут что он сжег священные тексты там какие-то какого кого-то из церковных отцов другие авторы пишут что он бросил их в грибную яму ну вот да представляете себе что вот это такое вот этот поступок что он мог значить для церкви да с точки зрения тогдашних религиозных людей то есть там только за это его следовало как следует наказать спасибо вопрос от Сергея Зетт как сторонники геоцентрической системы объясняли почему Меркурий и Венера не видны на противоположной Солнцу стороне неба еще раз сторонники какой системы объясняли геоцентрической системы объясняли почему Гелио то есть Коперниканской гео а гео птолемеевской да птолемеевской да вот там там было действительно на самом деле достаточно сложно потому что ученые вот еще во времена птолемея они в общем-то понимали порядок планет что вот идет там сфера Сатурна Юпитера Марса потом Солнца а дальше даже не Солнца после Марса дальше они запутались то есть действительно кто-то говорил что там дальше что там идет там Солнце потом Венера потом Меркурий потом Луна или нет погодите или там идет сначала Венера потом Солнце потом Меркурий или все-таки идет после Марса Венера Меркурий а потом Солнце уже перед Луной и перед Луной и Землей то есть там были разные версии и вот эта дискуссия она длилась в принципе на протяжении столетий и вот ко времени Коперника они более-менее вот все вот так устаканилось, что все-таки Солнце, оно стоит после Венеры и Меркурия. Большое спасибо. Сейчас вам предстоит выбрать автора лучшего вопроса, который получит книгу «Добрые инквизиторы». Издательный «Корпус». Да, «Добрые инквизиторы». Итак, вопросы, напомню, были следующие. Ксения Аблес, насколько сильны религиозные влияния в трудах Коперника? Кирилл спрашивал, почему вот Коперник, Галилей и Бруно фактически смешались в народном сознании? Вопрос был, есть ли в наше время... Так, я уж тут запутался. Вопрос Рената Камалединова. Вы считаете, что все эти мифы актуальны? Почему? Рыжая спрашивала, есть ли какие-то книжки о теме лекции для детей? Был вопрос про преследование Коперника. Был вопрос, были ли какие-то рассуждения о жизни на других планетах. Вопрос, за что все-таки сожгли Джордана Бруно. И, наконец, вопрос объяснения с точки зрения геоцентрической системы, почему не видны Меркурия и Венера на противоложной Солнце стороне неба. Вот какие были вопросы наших зрителей. Какой вы считаете самым лучшим, интересным? Мне, знаете, больше всего понравился про жизнь на других планетах. Так, это автор вопроса Анастасия Мазанова, которая получает книгу «Добрые инквизиторы». «Добрые инквизиторы». Мы вам отправим подарки от наших партнеров. Это, надеюсь, вам покажут сейчас замечательную фигурку пингвина-питека, мыслителя, которую Павел Краснов напечатал на 3D-принтере для нас. Это деревянная подставочка под смартфон с логотипом форума «Ученые против мифов». Плюс большие благодарности от нас. Я хочу сейчас увидеть на экране результаты голосования, в чью сторону склонились все-таки зрители. И мы видим, что, опять же, все-таки большинство считает, что оба участника диалога достаточно убедительно аргументировали свои позиции, но все-таки следом идут сторонники Ксении Чепиковой. Чепиковой и на третьем месте уже те, кто проголосовали за Игоря Дмитриева. Я надеюсь, что Игорю тоже в Петербург мы отвезем подарки от магазина gen.ru. Я прошу вывести на экран скетч от Юлии Родиной на тему доклада про Коперника. Вот здесь мы видим, как раз приготовились беднягу сжигать. Огромное вам спасибо. Наиболее известным примером является роман Роберта Хайнлайна «Звездный десант». В нем как раз и описаны те самые экзоскелеты. Есть ли какие-то варианты, как организовать производство каких-то металлоконструкций в космосе из местного сырья, чтобы не везти с земли много тяжелых станков? Самой известной проблемой, которая у нас на слуху является проблема выживания, то есть производство пищи. А как там картошка в марсиадском грудь будет ли расти? Как вы думаете, какая модель контакта более вероятна в реальности, если встреча все-таки произойдет именно на Земле? Получается наш технологический уровень существенно ниже. Истребление и резервации по модели колонизации Америки, силовое порабощение, экономическая экспансия, как Китай в Африке.